Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня ребятушки я припас для вас в такую вот секретную желтую коробочку прямиком с просторов Алиэкспресс, тут находится новиночка, новиночка с приставкой Pro. Собственно тут у нас как вы поняли уже планшетец, данный аппарат, то есть прямо сейчас уже поступает в продажу на Алике и собственно ребят это у нас BlackU Tab 12 с приставкой Pro. Собственно компания BlackU Tab 12, я понял, решила обновить и некоторые свои максимально популярные модели, потому что BlackU Tab 12 продавался вообще просто как горячие пирожки, он сочетал в себе неплохие характеристики при условии очень и очень приятного ценника. Тут же как я понял цена чуточку повыше, но аппарат раскачали по объему памяти, тут уже и 8 мегабайт оперативной памяти и 128 накопителя и многие другие вещи тоже там вроде что-то где-то косметически изменили, в любом случае я надеюсь что планшета не стал хуже, он точно не должен был стать хуже. Он стал только лучше, во всяком случае на бумаге уж точно, а насколько он лучше на самом деле в реальных условиях сейчас мы с вами и будем разбираться как всегда. Все ссылочки ребят с самыми минимальными ценами, что мне только удастся копать на этот планшет будут в описании под этим роликом, переходите, смотрите, ознакомьтесь, цены постоянно скачут. Ко мне в Краснодарский край новенький BlackU Tab 12 Pro шел примерно около двух с половиной недель, ну а мы приступаем к вскрытию, погнали ребят. Ну и вот он сам заветный девайс BlackU Tab 12, вот такой вот красивый рисуночек, у нас собственно изображен сам планшет на лицевой стороне коробки, тут название модели, ну а сзади некоторые технические характеристики. Так, что я вам тут не сказал, в принципе, наверное, все, это 12-й Android, экран с диагональю 10,1 дюймов, Full HD+, IPS, такая классика жанра, 13 мегапиксель, основная камера, процессоренесок Т606. В принципе, ну я бы не сказал, что это какое-то супер-мегапроизводительное решение, но для повседневных задач, как говорится, хватит. Так, у нас тут баночка на 6580 мАч, 8 оператива и 128 накопитель. Так, ладно, в общем, давайте-ка, ну, конечно же, поддержка двух сим-карт и все плюшки. Продолжаем распаковку. Так, момент истины настал, и перед нами, о, бонус, сразу подарочек, это я люблю. Кстати, он еще и в чехле, вот, Black'ам большое спасибо за то, что они комплектуют свои планшеты сразу прям охапкой, все фишки, бонусы, плюшки, тут и стекло, я надеюсь, там еще и пленочка поклеена на дисплее планшета. Сейчас целое, но это важно. Так, ну, вроде как стеклышко целое у нас получается. Ну, и девайс в чехле, при том еще такой темный чехол, я бы так сказал, не особо марки будет. Ну, и, вау, оно тут еще так мокировано, глазок основной камеры только выделяется, и он с небольшими бортиками для защиты, хорошо. Итак, что по комплекту поставки? У нас есть USB-C кабель, USB-C на USB-A, классика жанра, руководство пользователя, тут, по всей видимости, сбежавшая скрепка, либо тут не помещается, хотя не, все, вот так она и должна быть изначально. Ну, и блок зарядного устройства с поддержкой, ну, быстрой зарядки тут нет, тут, опять же, такая классическая 10-ваттная зарядка. В принципе, такой вот вполне себе адекватный набор, без излишес, но есть, повторюсь, и чехол, и бронестекло, и, я надеюсь, сейчас мы увидим еще и защитную пленочку на дисплее нашего сегодняшнего героя, чтобы вообще было прям все красиво. Да, по всей видимости, она тут есть, сейчас мы избавимся от всех этих транспортировок, и, собственно, поглядим на красавца. Оно, выходи. Так, пока что в сторонку, ну, в целом, чехол как чехол, это хорошо, оно обычно такие стоят по 500-700 рублей на Алике, а то, что он идет уже прямиком в комплекте, это только плюс. Ну, его также по классике можно сложить треугольником и поставить на стол, там, для разговоров по скайпу или просмотра кинематографа. Так, вот он, Blackview Tab 12 Pro. Тут, опять же, продублированы все технические характеристики, но и сзади он, а, немножечко вроде цвета другие, опять же, могу ошибаться, я уже забыл, как выглядел обычный Tab 12, но вроде как он примерно плюс-минус точно так же выглядит в Pro вариации. В принципе, такой стильный полностью алюминиевый планшет с небольшой вставочкой, тут, разумеется, пластиковая небольшая такая штуковина, но это логично, потому что у нас тут есть 4G-антенны, собственно, по планшету можно звонить, выходить в интернет и так далее, хотя вот недавно я смотрел презентацию одного известного бренда, планшета, от которого все так долго ждали, там ни одной модификации с поддержкой SIM-карт, даже для внутреннего рынка, ты что такое? Я, ладно, не буду называть его названием, я думаю, все и так догадались. Ну, в целом, довольно-таки приятное решение из доступного ценового сегмента. В общем, давайте-ка уберем все транспортировочные пленки, знакомься с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне BlackVitav 12 Pro находится, как я уже сказал, дисплей с диагональю 10,01 дюйма, Full HD разрешение, дальше у нас есть, собственно, глазок фронтальной камеры, ну и все. Справа мы найдем разъем 3,5 мм для подключения наушников, динамик громкоговорителя, USB-C разъем и слот, в котором мы поставим либо две наносим карты, либо одну наносим карту и карточку памяти. На левом же торце есть кнопка включения, качелька регулировки громкости и, кстати, второй динамик громкоговорителя. Сверху ничего нет, кроме пластиковой вставки, под которой находятся антенны. На нижней стороне есть дополнительный микрофон. На тыльной стороне нашего девайса есть довольно неплох, так выпирающий за пределы корпуса глазок основной камеры, в недрах которого скрывается главный сенсор и вспышка, а также надпись 13 мегапикселей, а и камера. Ну и за пределами глазка, конечно же, логотип компании BlackVue. Что ж, мои дорогие друзья, в принципе, как я уже сказал, планшетик собран вполне себе неплохо, имеет полностью алюминиевый корпус, это, разумеется, плюс, ну, небольшая вставочка пластика, как всегда. Он находится в такой вот, я бы сказал бы, ванной сам по себе, то есть и по краям вот эти вот тоже фасточка, тут используется такая по металлу. В принципе, все довольно-таки симпатично и, в целом, ну, так, неплохо, приятно холодит руку, такой благородный аппаратец, несмотря на то, что он из доступного ценового сегмента. Опять же, цена будет в описании под этим видео, там уже по ссылке все максимально актуально, потому что курсы эти постоянно скачут и за всем следить. Ребятки, простите, не могу, почем брал, почем приехал там и так далее. Все уже, разумеется, 10 тысяч раз поменялось. А единственное то, что глазок вот торчит, прям, я бы так сказал, на миллиметра на 3, наверное, даже где-то так, на 2,5, но в комплекте есть чехол, который все это дело будет защищать. Плюс ко всему, если захотите потом в будущем, тоже подбирайте защиты для глазка основной камеры, но зато, в целом, смотрится так современно, трендово. Сейчас везде камеры торчат по полу телефона, по полу планшета. Ну, а сам по себе он довольно тонкий, несмотря на то, что у него батарейка больше 6000 мАч, плюс еще, сами понимаете, тут платка должна разместиться была, ну, скорее всего, плата здесь, где-то находится у нас внутри батарейка. Но все равно металлическая ванна, это тоже толщину имеют эти стенки. Я надеюсь, что теплораспределение у нас тут реализовано грамотно, прям на всю эту здоровенную панель. Ну, в основном-то тут жаловаться не приходится, потому что планшеты частенько у нас используют весь корпус для охлаждения, и они практически никогда не тротят. Там только редкие какие-то особо неудачные модели. Тут же используется довольно энергоэффективное железо. Мы его сейчас протестим, посмотрим, на что оно способно. Я думаю, тут все будет окей. Ладно, ребятушки, как я уже сказал, собран планшет из довольно неплохо, выглядит вполне себе современно, стоит не космических денег. В общем, сейчас запускаемся, проходим все быстрые настройки и продолжаем. И да, действительно, повторюсь, у нас здесь защитная пленочка непосредственно с завода, то есть стекло, плюс защитная пленка и чехол. Итак, мои дорогие друзья, собственно, тут у нас по традиции планшетов, смартфонов от компании Blackview встречает фирменная оболочка DockyOS. У нас, в принципе, такая вот довольно неплохая кастомная настройка поверх 12-го андроида. Наш сегодняшний герой, повторюсь, управляется под двенашкой. Так, давайте-ка, чтобы им быть голословным, зайду в информацию о планшете, и мы тут со всем этим делом ознакомимся. Итак, BlackviewTap 12 Pro 12-й андроид, как символично. Так, ага, готово. Двенашечка на борту. Поэтому возвращаемся обратно, и, ребятки, смотрите, информация о системе, вот режим ПК есть, и вот информация о системе. Получается, DockyOS 3.0, я уже знаю то, что есть на некоторых аппаратах более, так сказать, актуальная версия, это 3.1. Я думаю, она и сюда тоже придет, потому что, в принципе, Blackview свои аппараты обновляет на достойном уровне. Они постоянно что-то завозят, какие-то заплаточки, исправления и так далее. У нас тут 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт накопителя. Плюс, конечно же, фирменный буст расширения до 6 дополнительных гигабайт, которые, если честно, при условии того, что тут 8, мне лично не особо интересны, не особо нужны. Потому что, ну и 8 данному планшету просто за глаза. Но то, что есть вот этот вот буст в виде 6 дополнительных гигов, это, я бы сказал, просто плюс, быть может, на будущее. Ну, если честно, я бы его даже отключил, потому что вот эти вот 6 гигабайт берутся из основной памяти. Она логично медленнее, чем, собственно, оперативная память. Это как ни крути. Поэтому, ну, просто пусть будет, как говорится, если вдруг не будет хватать. А так я бы по умолчанию, конечно, бы все это дело отключил. Что еще интересного, в принципе, с DockUS мы уже давным-давно знакомы. На примере, кучи других планшетов от компании Blackview. Мы их тестировали, выводили на чистую воду, смотри, как она работает. Это, ну, опять же, тут дело вкуса. Кому-то нравится MIUI, Real MIUI, OPA, это у нас ColorOS, FuntouchOS. В общем, очень много всевозможных настроек, множество оболочек. Обязательно пишите, какая вам оболочка лично больше всего нравится. Тут же на Blackview своя, собственно, оболочка DockUS. В принципе, она работает вполне себе шустро. Я не видел за ней каких-то нареканий в скорости работы, отклика там, полности анимации и так далее. Шторочка намного более приятная, чем идет в стоковом 12-м Android. Да и вообще, они так все это дело благородно перерисовали, переделали. Так что, я думаю, многим она должна прийтись по душе, по вкусу и так далее. Что еще подмечу, экранчик у нас тут, повторюсь, на 10,1 дюйма, Full HD+, разрешение. И, ребятки, у нас 60 Гц. Так, классика, высокой герцовки тут нет. Но, в принципе, с учетом ценника данного планшета, как он себя позиционирует, это вполне себе предсказуемо. Главное то, что Touch, в принципе, такой отзывчивый, несмотря на то, что у нас на дисплее поклеена пленка. Никаких задержек там, фризов и так далее я не чувствую. Вот он откликается вполне себе плавно, комфортно. Никаких проблем. Есть игровой режим, из которого мы сейчас будем тестировать игры и, конечно же, синтетические тесты. Ну и все сервисы Google у нас, ребятки, идут непосредственно на устройстве. Вот они, родные. Если кому-то было интересно, Google тут есть. И, повторюсь, можно поставить две сим-карточки и звонить с данного планшета, выходить в интернет, в любой местности. Вне зависимости, есть там Wi-Fi подключение или же нет. YouTube детям установлен уже изначально. И немножко щепотка своего фирменного софта. Из полезных это морозивка, которая замораживает. Опять же, те приложения, которые вы не хотите удалять по каким-то причинам. Ну, жалко их вам, допустим. Но в то же время они не будут запускаться во время старта планшета. А это значит то, что он не будет, собственно, нагружаться дополнительно. Ладно, ребятки, что тут еще дополнительно надо рассказывать. Ставим Antutu, проходим разиков 5 данный тест и посмотрим, что же нам выдаст старый добрый Unisoc T606. Ну и в Antutu девятой версии наш сегодняшний герой на Unisoc T606 набирает вполне себе предсказуемый и довольно адекватный, опять же, в рамках бюджета 231 071 очко. Что хочу подметить, то что, в принципе, разумеется, никаким супер-мега-игровым топом планшет отнести нельзя. Быть может, даже за эти деньги можно найти что-то более производительное. Но хотел бы сказать так, то что вот конкретно если брать планшет для просмотра фильмов, там ютубинг, там вконтакте полазить, еще по каким-то социальным сетям, там скроллить сайты и так далее, никаких проблем нет от слова совсем. Потому что этого железа вполне себе хватает под любые современные, так сказать, задачи. Ну а что касается игр, то тут, конечно же, надо смотреть во что вы конкретно хотите играть. Если, например, тот же стенд-офф, можно даже выкрутить максимальные настройки графики, даже сглаживание на максимум. Может быть, где-то там в ситуации с большим количеством дыма будут небольшие просадки, но в целом играется вполне себе комфортно. Мы этот чип тестировали в стенд-оффе, он вообще, ну, показал себя действительно достойным. То есть, у меня лично претензий нет. Вот у бёрсового 60 FPS, а тут как раз-таки герцовочка составляет 60 Гц. И, в принципе, так и будет молотить на протяжении нескольких часов, потому что, опять же, у нас тут планшет, поэтому какого-то прям супер-мега троттлинга не будет. Тем более, железо энергоэффективное, довольно-таки не горячее и так далее. Что касается PUBG New State, то, опять же, ставим минимальные настройки графики и максимально доступную кадровочку, которая позволит, собственно, поставить игра и можно будет играть. Но, повторюсь, прям какой-то супер-мега киберспорт, не ориентируйтесь, но поиграть тут действительно можно. То есть, как я сказал, и для повседневки железо хватит, и для просмотра фильмов его тоже, в принципе, хватит в Full HD без каких бы то ни было проблем. Ну и, как я уже, опять же, сказал, в игры тут поиграть можно, без каких-то прям звезд с неба, без тотального упора в максимальной настройке графики, но в целом играбельно. Ну и по традиции, как всегда, с вас полторы тысячи больших пальцев вверх, и вот этот вот аппаратец отправляется на зубодробильный тест-игр с FPS, нагревом и троттлингом. Black Utap 12 Pro оснащается двумя динамиками громкоговорителя. В принципе, это доступное решение, поэтому все окей, главное, что у нас стереозвук. Вот они, два динамика, располагаются снизу, поэтому, если честно, следите, чтобы вы руками их не перекрывали, но если поставим в чехле на стол, то, разумеется, звук будет выходить равномерно с двух сторон. Так, переходим в нашу переносную библиотеку YouTube, напомню, версия на 128 гигабайт теперь у данного планшета, и сейчас папочка тест, любой попавшийся трек, какой попадется. Так, громкость выставляем на максимум. Я не знаю, участвовала ли компания Harman при создании этих динамиков, потому что у Black Utap 12 Pro сейчас выходят непосредственно с динамиками Harman. То есть, у них звук хороший для своего ценника, но тут прям есть такие жирные тенизы. Да. Громкость хорошая. Не, вот по звуку Black Utap 12 Pro в своем ценовом фигменте хороши. Громкость для планшета выше средней. Есть нежив, чувствуется. Вверх без песка, и каких-то прям искажений я не слышу. Послышал несколько треков, в принципе, окей. А теперь, конечно же, камера, ребята. Итак, фронталочка у нас тут на 5 мегапикселей, благо без отверстий в дисплее, в рамке места хватило. В принципе, кстати, у планшета довольно-таки, ну, не самые толстые рамки в классе, это однозначно. Ну, и основная имеет сенсор на 13 мегапикселей. Все, по заверению производителя, из технических характеристик. Так, переходим к практической части. Приложение камеры у них свое. Кстати, я смотрю, тут неплохое макро у нас присутствует. То есть, в принципе, на 5 сантиметра... Ой, какие тут сантиметра? 3, наверное, планшет пытается сфокусироваться, но, разумеется, никакого дополнительного макрообъектива тут нет. Поэтому, в принципе, просто окей. Напомню, у нас тут обычная тренажка. Тут сверху у нас все дополнительные функции. Это вспышка, искусственный интеллект, эффекты, дополнительные поднастройки. Тут можно выставить максимальное количество мегапикселей. Видите, их тут 13 штук. Ну, 13 мегапикселей, к сожалению. Правда, тут не вижу никакого пункта системы стабилизации. По всей видимости, стаба у нас тут нет. Что по части видео? Тут, вот, у нас тут все уже указано. Full HD, либо 720p. Ну, и фронталочка будет снимать на 720p, как, в принципе, и на предшествующих устройствах. Я думаю, такой расклад будет. Зум у нас 6, ничего себе, погодите, до скольки? 6, 6, 10-кратный зум, но зум, так, сфокусируйся. Зум только цифровой, в качестве макро его лучше не использовать. Итак, возвращаемся обратно. В принципе, опять же, буду исходить из опыта эксплуатации подобных планшетов от компании Blackview. Могу сказать, что за свои денежки камеры, в принципе, норм. Может быть, опять же, без звезд неба, но для планшета все вполне себе адекватно. Так, управление вспышкой есть во время записи видео, и все. Возвращаемся обратно, выходим на улицу, берем нашего сегодняшнего героя, как всегда, за пазуху, и смотрим, что же нам покажут по части фото и видеосъемки. Тест записи видеокамеры планшета Blackview Tab 12 Pro. Запись ведется в максимальном Full HD разрешении, вне самых лучших погодных условиях, дождь, все дела. Ну, такая вот у нас весна получается. Ну, и опять же, могу сказать, что в целом для планшета качество вполне себе предсказуемое, неплохое. Для каких-то небольших подсъемочек, что-то где-то заснять по рабочим моментам, конечно же, можно. Ну, и вы уже сами можете оценить, как у нас снимает основная камера нашего сегодняшнего героя. А мы медленно, наверное, переключаемся уже на фронталочку. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идет уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. Запись ведется в максимально экстремальных условиях, так сказать, для тотальной проверки камеры нашего сегодняшнего героя. Ну, просто у нас тут вообще дождик пошел. Я не знаю уже, когда он закончится, потому что это продолжается уже несколько дней. Но я решил потестировать сегодня камеру планшета на улице. Итак, запись ведется в 720p на фронталку данного девайса. Это максимальные настройки для видеосъемки. И вот такое качество у нас получается. Опять же, в условиях с недостаточным освещением. При хорошем освещении, конечно же, качество будет несколько лучше. Плюс еще YouTube все это дело поджимает. Так что, в целом, ну, примерно так оценить качество записи видео можно. Ну, и вот так она снимает передняя камера Black YouTube 12 Pro. Ну, что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. И чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале, а также посещаем все наши социальные сети. Наш YouTube, Rotoop, Яндекс.Зен, группу ВКонтакте. И, конечно же, конечно же, сообщество в Телеграм, где делаю посты с самыми крутыми скидками, которые только нахожу на просторах, как и наших интернет-магазинов, так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне полезная, ребят, штука, если хотите действительно сэкономить, ссылочка на Телегу будет в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok